В Турской школе местечка Данки прошел прием граждан в формате выездной администрации. Темы разные образования и здравоохранения, сфера жилищно-коммунального хозяйства. На вопросы жителей ответила глава Серпухова Сергей Никитенко и его заместители депутаты городского совета. Тему продолжит Кристина Маслобойщикова. Наталья Федоровна Зубкова пришла на выездную администрацию, чтобы поблагодарить главу муниципалитета за качественный и красивый ремонт образовательного учреждения. Школа в местечке Данки – ее родной дом. Много лет назад женщина училась в этой школе, потом сюда пошли ее дети, а затем и внуки. С 90-х годов Наталья Федоровна работает здесь педагогом-психологом. Поэтому эта школа – это вся моя жизнь. Самая дорогая, самая любимая. Коллеги, дети, наши замечательные родители и наши прекрасные Данки. Спасибо за эту прекрасную школу, за те условия, которые появились у наших детей, за заботу главы о нашем школе. И не только о школе хотелось сказать, так как я живу в Данках, я тоже благодарю, потому что и служба ЖКХ, которая обслуживает наши дома в Данках, и нашу замечательную площадку, работает тоже очень хорошо. У Натальи Зубковой был только один вопрос в главе – проведут ли капитальный ремонт второго здания Туровской школы, где сейчас учатся начальные классы. Сергей Никитенко рассказал, что рассмотрят все возможные варианты. Это касается и спортивного ядра на территории учреждения. Его здесь не хватает. Об этом говорили многие жители. Глава муниципалитета поручил соответствующим профильным структурам подготовить предложение. Серпуховичка Елена Иванова на выездной администрации с другим вопросом – выделение дополнительных площадей для социально-реабилитационного центра. Мы занимаемся с детьми с нарушением в развитии, и сейчас в связи с тем, что таких детей становится все больше, нам не хватает помещений. Мы хотели бы расширить, если есть такая возможность, дополнительные площади для занятий с такими детьми. У нас уже существующий центр, и рядом с ним освободились помещения, и вот эти кабинеты хотелось бы тоже взять в пользование. Ответ обещали предоставить в течение двух недель. В рамках проведения расширенного приема жители смогли задать сразу все вопросы, которые их волнуют. В основном это касалось сферы здравоохранения и ЖКХ. К обсуждению присоединились глава Серпухова, его заместители, руководители профильных структур и депутаты городского совета Алексей Батогов Диана Алумянца вместе с председателем Михаилом Шульгой. Жители отмечают, такой формат позволяет решить все вопросы на месте. Это очень удобно.